Доброго времени суток, на связи Арталаски. И в этом видео я расскажу вам про свой путь от начинающего игродела до полноценного разработчика Steam с несколькими собственными проектами. Поехали! Но перед тем как мы начнем, я хочу вам порекомендовать российскую экономическую браузерную игру Вертономика. Это не просто очередная браузерка, это игра на рынке уже 10 лет и по ней студенты учатся экономике в университетах. Вы можете попробовать торговлю, производство, сельское хозяйство, сферу услуг, энергетику и даже политику. Это не очередная счастливая ферма, а серьезная бизнес-симуляция. Заходите, регистрируйтесь и пробуйте. Если вы в нее когда-то уже играли, сейчас отличный повод вернуться. Ну а мы продолжаем. Сегодняшнее видео скорее ответы на ваши вопросы, чем урок или обзор на какую-либо программу. Тем не менее, раз вы часто задаете мне эти вопросы, думаю они и другим людям тоже будут интересны. Итак, с чего же начался мой путь в геймдев? Все началось еще в детстве, когда я сидел с папой в офисе и единственным моим развлечением был листок бумаги. Конечно в то время я бы предпочел пойти погулять во двор с другими детьми, но иногда я делал иной выбор. В офисе был простенький пентиум с черно-белым монитором, где иногда я играл в пэкмана или какой-нибудь аркануид. Уже тогда на бумаге я рисовал всякие каракули, рисовал подобие уровней из клеточек и играл во все это карандашом, который был главным персонажем на то космической саге по мотивам Звездных войн, то напарником Ларкофт или индейцем, охотившись в лесу. Как раз тогда у меня появилась мечта создать свою игру. В то время у нас дома уже был компьютер и черно-белый монитор, цветных тогда еще не было, но они уже начали появляться через год-два и были безумно дорогими. И вот уже дома были игры поинтереснее. Space Quest, Dune, 1 и 2 Warcraft. В то время это было настоящим прорывом. Иногда я играл и в Dendy на цветном телевизоре. Это было веселее, потому что все не было черно-белым и не казалось таким скучным. Позже мне удалось попробовать Sega и Sony Playstation, но меня тянуло именно к ПК. Я рос, и технологии росли вместе со мной. Начали появляться первые RPG, Герои Меча и Магии, Диабло, Командос. Появились первые 3D игры, и собственно 3D уже начало активно развиваться. Но самым главным шедевром того времени для меня были червячки, или как их еще называют, Worms. Я прошел буквально каждую часть и не по одному разу. Ну а тем временем так же не бросал свою мечту и продолжал придумывать. Делать зарисовки на бумаге, даже делал настольные игры, чтобы хоть как-то приблизиться к своей мечте. Из более поздних игр я несколько раз проходил вторых Корсаров и космических рейнджеров. Это было целое движение, целая культура. Уже тогда я был бы счастлив сделать хоть простенький Арканоид или Платформер. Но игры развивались, и папа принес домой диск с игрой Вьетконг. Кажется, это был первый шутер в моей жизни, и я понял, что это мой самый любимый жанр. Позже я познакомился с такими шутерами, как Call of Duty, Medal of Honor и Battlefield, которые прочно закрепили статус любимого жанра в моем сердце. Так как мой папа тоже любит игры и постоянно в них играет, от него я узнал много нового для себя. Его друзья также были теми еще геймерами и первооткрывателями, благодаря которым я познакомился с новыми жанрами и открыл для себя Готику, которая также плотно засела в моем сердце не только как игра, но и целый жанр. Папины друзья покупали игровые журналы и обменивались ими друг с другом, когда читают. Сам я тогда еще читал детские «Один дома» и «Коломбур», в которых также много говорилось про игры. Однажды я увидел там новость, как несколько школьников создали свою простую игрушку. И помню, как писал им письмо в конверте. Надеюсь, что они меня тоже научат. Но, естественно, этого не произошло. А тем временем папа принес домой журнал «Путеводитель по компьютерным играм», который я перечитывал перед сном вместо сказок и энциклопедий. Там я познакомился с легендой World of Warcraft. И началась новая эра моей жизни. Я играл в нее со своими друзьями, но иногда приходилось играть одному. Тогда еще только появлялись интернет-провайдер и локальные сети, в которых я мог бесплатно поиграть на сервере провайдера. Там же я познакомился и с CS 1.6, которая хоть и была шутером, но совершенно не произвела на меня впечатление. Я поиграл в нее буквально несколько дней и удалил. Конечно, с приходом CS Source мое мнение о ней изменилось в лучшую сторону. Но даже в CS GO я сейчас почти не играю. Позже мы с папой узнали про журнал «Игромания». И именно там я узнал, что так долго хотел узнать. Программы для создания игр. Как в них работать, где скачать. Правда, многие программы были на дисках, которые прилагались к журналу. У меня они до сих пор лежат и бережно хранятся. Там я познакомился с игрой Казаки, 3D Max, Магией и собственной гейммейкером. И он начал светиться от счастья, когда выходил новый выпуск «Игромании» и сразу же вставлял диск, шел в раздел «Игрострой». Это была как доза удовлетворения. Уже тогда появился сталкер «Тени Чернобыля», в котором мы играли с папой по очереди. И иногда путали с сохраненкой, из-за чего ему приходилось проходить некоторые моменты заново. И потом случилось то, что дало старт моей мечте. Помню, как я писал кипятком от радости, когда папа пришел домой и вручил мне диск FPS Creator X9, который произвел фурор как в «Игрострой», так и в моей жизни. Я часами сидел за компом, изучая эту программу, делая различные приколюхи и задавая тупые вопросы на форумах. В общем, типичный школьник, мечтающий создать свою игру. Я горел желанием и сгорал от беспомощности. В моих руках был мощный инструмент, но ничего серьезного я на нем сделать не мог. Но когда у нас появился безлимитный интернет, я научился добавлять в FPS Creator собственные предметы, а потом начал скачивать паки моделей с официального сайта и форумов. Его почти все паки были платные, а на форуме их выкладывали с серийными ключами. Тогда-то я и создал свою первую игру «Орденов Скарбей», которую переделал спустя несколько лет и отдал на Фалковер. Тем не менее, я начинал свой серьезный путь не с FPS Creator, а с гейммейкера. И да, я говорю именно гейммейкер, а не гейммейкер студио. Тогда его еще даже не было, а был суровый шестой гамак. И вот-вот уже должен был выйти седьмой. Поначалу эта программа казалась мне очень непонятной и неинтересной. Она имела светлый ненавистный мне интерфейс, стандарт виндовское оформление и пейнтовские иконки. Да, я из тех людей, которым не безразличен интерфейс программы, в которой они работают. Но не суть. Тогда я нашел замечательный форум Hellroom, о котором до сих пор вспоминаю только теплыми словами. И именно там я познакомился с другими игроделами, более опытными разработчиками, участвовал в конкурсах и даже стал доверенным пользователем закрытого клуба. И вот уже вышел седьмой гамак, а спустя некоторое время и восьмой. То время я создал много простеньких игр, осколки жизни, улгра, My Name is Metal, все это было создано на гейммейкере. Там же я познакомился и с пиксель-артом, но применив свои первые попытки в осколках жизни, я перешел на Adobe Flash, в котором рисовал векторную графику для игр. Мне же я рисовал и на заказ, который получал опять же с Hellroom. В то время я рисовал только векторную графику, и она многим нравилась, хотя сейчас мне даже стыдно ее показать. Кстати, именно в то время я создал этот канал, и начал выкладывать сюда первые уроки по рисованию графики в Adobe Flash. Они были без голоса, музыки и вообще каких-либо комментариев. Позже я уже начал добавлять текст и музыку за кадром, а потом и начал болтать микрофон. Чуть позже я узнал про Юнити, но он не произвел на меня глубокого впечатления. Если быть точнее, я тупо не понял, как в нем делать игры и вернулся к гамаку. Однако узнав про Торренте, я нашел там самые первые уроки по игрострою в Юнити от Угасоды. Это были первые уроки по созданию 3D-игр на Юнити на русском. Там было и программирование, и 3D-моделирование, и текстурирование, в общем все. Но попробовав Юнити на вкус, я понял, что мне еще слишком рано, и я снова вернулся к гамаку. Позже на Хиллруме я познакомился с человеком, который, как оказалось, жил в моем городе, в моем районе, и более того, буквально через дорогу. Самое забавное, что с этим же человеком я уже был знаком, но мы не общались. Этот человек является разработчиком игры Shut Up and Zig. Заткнись и копай. Знакомившись ближе вконтакте, мы начали придумывать простенькие игры, и работали в тандеме. Я рисовал графику, а он писал код на гейммейкере. Сделав несколько примитивных прикольных игр, которые мы никуда не дели, мы на какое-то время разошлись по своим проектам. Он вернулся к Shut Up and Zig, а я начал качать скиллы графики, изучать 3D моделирование, скульптинг, различные программы и технологии. Несколько лет я рисовал в разных стилях, учился по урокам с ютуба и платным видеокурсам, которые качал с торрентов. Это было не просто хобби, это была моя жизнь, и она мне безумно нравилась. И вот разработка Shut Up and Zig закончилась, а я уже здорово поднял свой скилл во многих областях. Я узнал про Steam Greenlight, и что мы можем туда попасть. Сначала я не верил, но после того, как игра «Заткнись и копей» не только попала в Greenlight, но и прошла его, моё мнение изменилось. Мы начали разработку хардкорного платформера Hardroom, который многому нас научил не только в плане разработки, но и командные работы. Но не всё было так гладко, а релиз несколько раз откладывался, так как в ночь за час до релиза мы обнаружили, что игра поломалась. Уровни работали не так, как нужно, персонажи бегал криво, и кнопки меню не открывали нужной функции. Час до релиза. Кое-как успокоившись, программист начал починку и всю ночь сидел над игрой. Но в итоге на следующий день игра была полностью готова и отправилась в Steam. Однако на этом проблемы не кончились. Игра не запускалась у многих игроков. Мы были в бешенстве. Как мы узнали позже, мы не одни такие. И пообщавшись с другими разработчиками, выяснили причину, которая заключалась в обновлениях Steam. Наша игра не очень удачно попала в момент, но через несколько дней всё наладилось, и игра гордо стояла на прилавках Steam. Игра принесла нам неплохие суммы денег, и мы решили продолжить это дело. Я бросил колледж и вплотную занялся геймдевом. Это был февраль 2016-го. И тогда мы придумали десятки очень крутых идей, которые вскоре будем реализовывать. Позже мы начали принимать игры от знакомых разработчиков и издавали их, забирая себе процент за хлопоты. Набравшись опыта в этом деле, мы стали позиционировать себя не только как разработчики, но и как издатели. Придумали название Atria Games, и я нарисовал простенький логотип для нас, который, кстати, надо переделать. Сейчас у нас более 20 изданных игр в Steam, и около 30, которые на данный момент находятся в гринлайте. Вот, собственно, и вся история. Надеюсь, вы не уснули и узнали для себя что-то новое или интересное. Ставьте лайки, если играли хотя бы в одну из тех игр, о которых я говорил в этом видео, и подписывайтесь на мой канал. Если хотите научиться создавать игры, то делитесь видео со своими друзьями и заходите сюда завтра, ведь видео выходит каждый день. Ну а я с вами не прощаюсь, я приглашаю посмотреть те видео, которые вы еще не успели посмотреть. До завтра! Субтитры сделал DimaTorzok